Дорогие абитуриенты, меня зовут Синчук Юрий Владимирович, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений, доктор политических наук, профессор. Кафедра является структурным подразделением Московского государственного лингвистического университета и решает задачи по образовательной деятельности, связанной с подготовкой международных специалистов. Студенческая жизнь очень разнообразна и вам предоставлена возможность не только заниматься профессиональным обучением, но и сочетать спортивную жизнь с студенческими мероприятиями и творчеством. Поэтому я хочу пожелать вам, что если у кого есть возможности реализовать свой потенциал, университет предоставляет такие возможности в полном объеме. Хотел бы остановиться на условиях приема Московский государственный лингвистический университет по направлению международные отношения. Бакалавриат имеет возможность поступить на международные отношения, имея перед собой результаты единого государственного экзамена по истории, иностранному языку и русскому. Магистратура – особый вид подразделения, где выступают именно знания иностранного языка и знания по комплексной проблематике международных отношений. Эти два экзамена лежат в основе поступления в наш университет по направлению международных отношений. Институт международных отношений и социально-политических наук и кафедра теории и истории международных отношений ждет именно вас для поступления в наш прославленный университет. Здравствуйте, дорогой абитуриент! Сейчас ты стоишь перед выбором своего будущего места обучения и, скорее всего, своей будущей профессии. В настоящее время в МГЛУ изучаются 36 иностранных языков, ведь университет является основным методическим центром по изучению иностранных языков в стране. Кроме того, с 2007 года у ВУЗу присвоен статус базовой организации по языкам и культуре государств-участников СНГ. Университет осуществляет подготовку по широкому спектру специальностей, среди которых есть направление международное отношение. Позволь мне рассказать поподробнее о нашей кафедре. Добрый день, дорогие абитуриенты! Меня зовут Надежда Сергеевна. Я работаю на кафедре теории истории международных отношений много лет. Являюсь специалистом по учебно-методической работе. Являюсь также связующим звеном между преподавателями и студентами. С радостью всегда готова буду помочь в решении организационных и других вопросов. Кафедра теории истории международных отношений является выпускающей в голову магистров по направлению подготовки международное отношение. Кроме того, с 2017 года осуществляется обучение магистров по новейшей программе теории и практики мягкой силы международных отношений. Учебные планы делятся на три основных блока. Международно-политический, политологический и гуманитарно-лингвистический. На направлении читаются такие дисциплины, как международные конфликты в 21 веке, теория истории дипломатии и ведение переговоров и другие. Студенты-международники проходят стажировку в зарубежных университетах, практику в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Государственном доме Российской Федерации, Информационном центре ООН в Москве, а также в других научных и учебных неправительственных организациях. Здравствуйте! Я профессор кафедры теории и истории международных отношений Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич. Я уже много лет преподаю в нашем университете. Это, я считаю, одна из самых важных кафедр и направлений образования сегодня. Дело в том, что с каждым этапом своего развития, развития человечества, система взаимоотношений между людьми, между народами, а сегодня и между цивилизациями, она усложняется. Мы вовлечены в этот мировой политический, экономический и любой иной процесс. И вот чтобы найти свое место в этом сложном мире, в этой миросистеме, вот нужно постигать, постигать знания, постигать другие народы. Я полагаю, что вот те знания, которые можно получить в нашем университете, на нашей кафедре, они помогут в жизни во всех отношениях, буквально во всех. Потому что нынешний мир – это мир интеллекта. Главный потенциал человечества – это интеллект. И каждый важнейший потенциал Российской Федерации – это тоже интеллект. А в основе интеллекта лишат знаний. Здравствуйте, меня зовут Степан. Я студент первого курса магистратуры, обучаюсь по направлению международные отношения. Я продолжаю обучение в Московском государственном лингвистическом вузе, так как я закончил четыре курса бакалавриата в Иньязе. На третьем курсе бакалавриата нам предложили зарубежные стажировки. И поскольку я изучаю китайский язык, меня направили в Китай, в Долянский университет иностранных языков. Там мы изучали устную речь, аудирование, грамматику и чтение. По окончанию обучения мы проходили квалификацию, и нам присваивались итоговые баллы, которые были включены в сертификаты. По итогу я могу сказать, что мой уровень устного восприятия китайской речи и также говорения сильно повысился. Китайский университет иностранных языков. Здравствуйте! Мы студенты Московского государственного лингвистического университета. Сейчас мы проходим стажировку в университете Кюнхи в Республике Корея и хотим рассказать о опыте прохождения стажировки за границей. Благодаря этой стажировке я приобрела много новых знаний и нового опыта. Я не только смогла попрактиковать свой корейский, но и завести много новых друзей. Теперь у меня есть друзья как из Европы, например, из Германии, из Австрии, из Франции, из Швеции, но и из Азии, из Камбоджи, из Индонезии, Малайзии. Когда я приехала в Корею, у меня открылось много новых возможностей. Я познакомилась с интересными людьми, открыла для себя новую культуру, а также получила уникальные знания от лучших преподавателей этого университета. Самой замечательной частью этой стажировки для меня оказались курсы, которые мне предоставилась возможность изучать здесь. Здесь я смог расширить мои знания в сфере международных отношений, так как я изучал политику и экономику Китая, международные отношения в Восточной Азии, взравнительную политологию, внешнюю политику Республики Корея. И я смог узнать очень много о регионе языка, который я изучаю в моем университете, расширить свои знания и быть уверенным, что в дальнейшем я смогу стать настоящим специалистом. Это здание пароазиатских международных исследований, и здесь проходит большинство наших занятий. И мы бы хотели немного рассказать вам об этом здании. Каждое из зданий этого кампуса обустроено специальными комнатами для обучения, так называемые International Bounch. И сейчас я бы хотел провести небольшую экскурсию. Пойдемте. Здесь у нас есть возможность заниматься во внеучебное время, готовить наши рефераты, эссе, доклады. В этой комнате есть все, что нужно не только для полезного, но и для удобного обучения. От компьютеров до кофемашин. А это здание, в котором в течение семестра у нас проходили занятия. Проводились не только лекции, но также семинары и дебаты. И также нам предоставилась возможность поучаствовать в модели Совета безопасности ООН. Каждая аудитория оборудована самым новейшим программным обеспечением, включая проекторы и компьютеры. Так, что обучение в данном университете в течение целого семестра было максимально удобным. Мы бы хотели поблагодарить наш университет за предоставленную возможность оказаться здесь. Этот шанс оказаться на этой стажировке никогда не был бы возможным без нашего любимого инъяза. И хотя мы скоро возвращаемся в Россию, но опыт и эмоции, полученные здесь, останутся навсегда. Я спицын Александр Глебович, профессор кафедры теории и истории международных отношений, института международных отношений и социально-политических наук, МГЛУ. Жизнь моя связана с этим университетом практически с 20, даже, наверное, когда мне было 20 до 19 лет. И после окончания я работал долгое время, ну, знаете, как вспоминают Кубу, да, республика Куба. Это было несколько лет после знаменитой Кубинской революции, когда Куба из себя представляла великую страну на Западе, да, рядом с Соединенными Штатами. А после этого я работал с учреждениями, связанными непосредственно со внешней политикой. Вот это, прежде всего, Министерство иностранных дел. И в дальнейшем, с учетом того, что я был специалистом по Испании, по Латинской Америке, потом работал во многих странах именно латиноамериканского континента. Потом, впоследствии, ну, последней страной, которой я работал через МИД, тогда СССР, но тогда уже, знаете, как работал в тот период, когда СССР распался. С 1988 по 1993 год в Мадриде. Вот, и вспоминаю, как хорошо к нам относились испанцы, вспоминали наше участие и помощь республиканцам во время Гражданской войны. Вот, и понимая тот период демократизации, который переживала как раз наша страна в этот период. Ну, и уже, вот уже 20 лет, 20 лет я работаю преподавателем в моем любимом высшем учебном заведении. Хотел бы, конечно, порекомендовать желающим учиться в нашем великом университете, порекомендовать попасть на учебу в нашу кафедру. В нашу кафедру с учетом тех специалистов, которые работают, с учетом выпускников, которые получили очень хорошие, так сказать, и места работы, и в наших учреждениях, и в международных учреждениях. И пожелать желающим нам поступить, поступить и достойно закончить учебу, чтобы работать в очень интересных местах, в очень интересных странах. Всем привет! Меня зовут Катя, и я являюсь студенткой 2-го курса бакалавриата в НГЛУ по направлению подготовки в международное отношение. И сегодня я хотела бы вам немножко рассказать о нашей кафедре. В 10-м классе я поняла, что мне безумно интересно международное отношение, а также я всегда интересовалась культурой и языками в восточных странах. Поэтому я решила, что НГЛУ – это лучший вариант, где я помогла осуществить свою мечту. Меня зовут Илья. Я студент 3-го курса международных отношений. И что бы я хотел сказать о нашей кафедре? Я безумно благодарен профессорству, преподавательскому составу нашей кафедры. Все они высококлассные мастера своего дела. У них гигантский опыт за плечами, и они активно делятся им с нами. Также я хотел бы сказать, что наша кафедра активно поддерживает научную деятельность со стороны студентов и со стороны преподавателей, и также очень хорошо ее плачет. Помимо интересной и местами тяжелой учебы, наша кафедра всегда проводит различные научные кружки и секции, которые мы с удовольствием посещаем. Редактор субтитров А.Семкин